Как ты относишься к понятию черного дня? Бывают ли они у тебя в жизни? И как ты считаешь, должен человек готовиться к тому, что вот да, вот сейчас все хорошо, но ведь постоянно фортизе у жизни не может. Ведь наверняка жизнь полосата. Ты на себе это ощущаешь? Конечно, жить живешь. Когда молодой был, думал, вот как далеко еще до 2000 года, мне тогда будет 38. Я тогда думал. И сейчас вспомнил недавно. Да. Конечно, черные дни у каждого человека бывают. Уже я не смогу пробежать 100 метровку за меньшее количество времени, чем пробегал раньше. Не только потому, что живот там большой, быстрее добегу к финишу. Ну, здоровье уже, конечно. Скоро мне будет 40 лет. Ну, черный день. Я предвижу его, думаю о нем. Но прежде всего, конечно, не о себе думаю, как мне будет плохо. А хочу поставить на ноги сына. Хочу поставить на ноги дочь. И я ожидаю, что у меня родится в конце мая, начале июня еще. О, тебя можно будет скоро поздравить. То есть вся забота о них. У меня прекрасная жена, у меня прекрасная семья. Может быть, вот так вот, держась вместе, да, и понятие черного дня, черного понедельника, оно как-то, если это будет, это легче переживет. Конечно. Главное об этом не думать, чтобы в голове не было мрачных мыслей. А как ты думаешь, есть ли шанс твоим песням попасть в разряд классики? Ты вообще-то задумываешься о вечности? Конечно, каждый автор тешит себя мыслью, что его будут любить, и любить, и продолжать. Не хочет говорить какое-то слово, связанное с кончиной. Конечно, каждый человек хочет пожить, быть полезным. Если он патриот своей родине, маленькой родине, малой родине, большой, широкой, великой родине России. И я, конечно же, сижу, представляю себе, что будет дальше. Дальше, как руку положить на сердце, как случится. Конечно же, не хочется грязь лицом ударить, хочется войти в историю и быть запоминаемым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!